Бум падающих деревьев в столице Карелии. Два пострадавших горожанина чудом выжили. Есть ли опасные деревья в вашем дворе? Об этом наш сегодняшний интерактивный опрос. Председатель Карельского ЗАГС собрания возмущен плохой дисциплиной депутатов. Об открытости нынешнего парламента спикер говорил с местными СМИ. Деревянные дома на проспекте Ленина вновь под угрозой. Охранный статус, который отстаивали всем городом, по словам компании-застройщика, мешает предпринимательской деятельности. Новости на телеканале НК+. В студии Анастасия Мячина. Здравствуйте. Несколько часов назад в Петрозаводске упавшее дерево придавило девушку. Ствол обрушился прямо на пешеходный переход. ЧП произошло на улице Правды. Ствол упавшего дерева перекрыл тротуар и часть дороги. В момент происшествия на переходе как раз находились пешеходы. Дерево обрушилось на людей, пересекавших проезжую часть. Я шел, дорогу переходил по пешеходному переходу и услышал хруст дерева. Только сплошную перешел. Наверх раз. Что, бетит дерево на меня. Что, я прыгнул. Уже практически машина успела остановиться, пешеходный переход все-таки. А вот я чуть на машину не напрыгнул. Гораздо меньше повезло переходящей тот же переход девушке. В связи с чрезвычайным происшествием было частично перекрыто движение транспорта. Распиленный ствол дерева убирают с проезжей части и тротуара. Жители домов по соседству опасаются кругом множества старых тополей. Видите, дерево тупое, оно наклоняется. Одно дерево уже упало. Сейчас второй упадет. И сегодня это не единственный случай. На улице Лисицыной дерево обрушилось на мужчину. Сейчас он находится в больнице скорой медицинской помощи. Кроме того, есть данные об упавших деревьях на Свердлово и Левашовском бульваре. И сегодня мы хотим спросить у вас, есть ли рядом с вашим домом аварийные деревья. Если старые тополя в вашем дворе стоят, звоните 599-131. Если вас сия чашами навалы и все аварийные деревья рядом с вашим домом, благополучно спилены ваш номер 599-132. Ну а если они упали сами, набирайте 599-133. Итоги подведем в конце выпуска. Звоните, ваше мнение очень важно. Тем временем в корейской столице садят молодые деревья. Петрозаводск принял участие в акции, посвященной Всероссийскому дню посадки леса. К событию подошли серьезно. За лопату взялся даже глава Карелия. А вместе с ним и представители правительства, общественники и даже сотрудники МЧС. Благому делу не помешал даже неприятный дождь. 40 новых деревьев появились в парке рядом с Александраневским кафедральным собором. Говорят, эти деревья хорошо приживаются в местных условиях. Ну, город, да, раньше, конечно, он был зеленее и вообще считался одним из самых зеленых городов на Северо-Западе. Но все-таки основная цель, да, ведь лес пропадает и из-за плохого и небережного к нему отношения. И главная цель, это она носит просветительский и профилактический характер. То есть экологическое самосознание людей надо повышать. Экологическое самосознание горожан пытаются повысить уже не первый раз. В минувшем году озеленяли губернаторский парк и территорию у памятника маршалу Мерецкову. А накануне республиканские школы получили 300 саженцев молодых сосен для закладки собственных небольших питомников. Появляются в городе не только деревья, но и цветы. Этой весной в городских клумбах зацветут почти 160 тысяч саженцев. За ходом работы другими новостями Петрозаводска следит наш дежурный по городу Ефимов Чинников. В Петрозаводске начали расцветать городские клумбы. Сегодня, когда первые саженцы появились на бульваре Победы, даже выглянуло солнце, чтобы настроение было совсем уж весенним. Ветер и даже небольшие заморозки, по словам цветоводов, ничем не угрожают стойкому цветку виола. В большинстве своем на городских клумбах зацветет именно она. Зато виола боится крупного града и еще жестоких горожан, которые нередко клумбы вытаптывают. Поэтому специалисты напоминают, что рассада весьма дорогостоящая. Каждый цветочек порядка 30 рублей. Вся рассада выращена в Петрозаводске. Специалисты комбината по благоустройству ухаживали за ней с января этого года. На бульваре Победы мы высаживаем виолу. Виола. Белая и голубая. Это хороший цвет такой, в общем-то, знаковое место. И белая, и голубая – это, в общем-то, память. Нас попросили помочь специалисты станции переливания крови. Четырем больным срочно требуется операция на сердце. Мы с большой просьбой обращаемся не только к горожанам, к нашим, может быть, и кто-то с района к нам поможет. Вот мы ждем доноров первой отрицательной, второй отрицательной и третьей отрицательной группы крови. Доноров на станции переливания ждут 14 и 15 мая с 8.30 утра до 2 часов дня. Ну а если и вам есть что рассказать, звоните нам по телефону 533232. Давайте делать новости вместе. В столице Карелия отключат тепло. В этом году в Петрозаводске отопительный сезон завершится 16 мая. В среду теплоснабжение Петрозаводского городского округа будет переведено на летний режим работы. С 9 до 18 часов управляющим компаниям надлежит произвести надежное отключение систем отопления. Все организации, товарищества собственников жилья, имеющие на своем балансе отопительные котельные, также обязаны завершить отопительный сезон в Петрозаводске 16 мая. Жалобы горожан на работу муниципального предприятия «Автоспецтранс» услышаны. Сегодня городская администрация уволила с поста нынешнего директора. На должность директора «Автоспецтранса» будет вновь назначен Владимир Манелин, который ранее уже возглавлял предприятие в течение 7 лет, с 2004 по январь 2012. Новый директор Дмитрий Петров пробыл на должности менее полугода. Как сообщили в мэрии, состояние многих контейнерных площадок просто недопустимо. Работа по наведению порядка будет контролироваться администрацией города. Напомню, предприятие «Автоспецтранс» отвечает за вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов на территории города, содержит полигон в районе Орзики и организует вывоз и переработку вторичного сырья. Председатель ЗАГС Собрания Владимир Семенов провел неформальную встречу с представителями карельских СМИ. Спикер заявил, что он возмущен плохой дисциплиной депутатов и считает нынешний парламент настоящей дискуссионной площадкой. Разговор предполагался, по сути, приватный за чашкой чая. Как выяснилось позднее, видеосъемка не предусмотрена. С камерой явилась только Ника. У нас сегодня организована такая небольшая встреча. Чисто диалог с прессой. Мы с вами пообщаемся. Прошу только ради бога не превращать это в пресс-конференцию. Если бы это была пресс-конференция, мы бы организовали совершенно по-другому. Журналистов, понятно, больше всего интересовали вопросы открытости. К примеру, транслировать в сеть или нет заседания комитетов. По мнению Семенова, это решают исключительно сами комитеты. Таков регламент. Хотя, казалось бы, что можно скрывать на открытых совещаниях. Зашла речь и об обязательной публикации результатов голосований. К примеру, на сайте ЗАГС Собрания. Кто и как проголосовал по конкретному вопросу. Поименно, что без тайны догадок. Спикер согласился, но признал. И это должны решить депутаты. Владимир Семенов рассказал, что удивлен плохой дисциплиной депутатов. Те самовольно покидают зал, отвлекаются на мобильный. Между тем, уже 28 слуг народа работают на профессиональной основе. Еще вчера за деньги трудился 21 парламентарий. Зарплата неплохая. Более 50 тысяч рублей. От такой непросто отказаться. Прокомментировал спикер и недавнее скандальное голосование за ограничение президентских сроков. Тогда часть депутатов внезапно отозвала свои голоса. Владимир Семенов заявил, что они ошиблись. Нет криминала. Переголосовали и все. Тогда нажали не на ту кнопку, напомню, одновременно 10 человек. Что касается работников СМИ, они пожелали парламенту большей открытости. Александр Гнетнев, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+. Домана Ленина снова под угрозой. Об этом сразу после небольшой рекламы. Все это время участвуйте в нашем интерактивном опросе. Увидимся через несколько секунд. Лидер российского рынка мототехника «Нева» представляет. Мощные, надежные мотоблоки и культиваторы «Нева». Российская техника европейского качества. Мототехника «Нева». Наши ремонтники без работы. Собираешься строить баню? Пляши от печки. Печи чугунные и сварные. А также дымоходы, отопители, мангалы и коптильни. В магазине «Петрозаводск-Маш». Отдел «Кориана» в автолайне под Гоголевским мостом. Всегда большой выбор запчастей для корейских автомобилей. «Кориана». Телефон 670839. Отдых на лучших курортах мира. Туристическое агентство «Акварели». Карла Маркса, 12. Телефон 765969. В шансе дачная пора. Шанс заехать вам пора. На распродажу стиральных машин. Например, стиральная машина «Инвизит» всего за 12 990. Свой стиль для каждого. Они такие разные. Но их объединяет одно. Все они одеваются в третьей линии Гоголевского центра и в новом магазине мужской одежды на Октябрьском 2. Для приготовления шашлыка мы берем наисвежайшее мясо, добавляем овощи и специи, которые придают неповторимый и утонченный вкус. Такое блюдо сделает отдых на природе незабываемым. «Лотос Гурман». Варкауса, 11. Отель «Карелия». Конференц обслуживания любого уровня под ключ. Бизнес и сервис-центры. Бар и ресторан. Отель «Карелия». Весь комплекс услуг для проведения деловых мероприятий. Вы смотрите новости на телеканале НЕКО+. Мы продолжаем. Деревянные дома на проспекте Ленина вновь под угрозой. Сотрудники компании-застройщика обратились в арбитражный суд Карелии и потребовали отменить результаты экспертизы, признавшей здание объектами историко-культурного наследия. Охранный статус, который отстаивали всем городом, по словам представителей-застройщика, мешает их предпринимательской деятельности. Из зала суда Александр Лычагин. Сотрудники фирмы «Северо-Западный финансовый дом», которая принадлежит к группе компаний «Баренц», подали иск против Министерства культуры Карелии. Причиной послужила историко-культурная экспертиза, признавшая ансамбль деревянных зданий на проспекте Ленина объектом историко-культурного наследия. По мнению застройщика, Минкульт не имел права издавать приказ об утверждении результатов экспертизы, поскольку новый охранный статус деревяшек помешает группе компаний «Баренц» их снести или перестроить. Вы считаете, что данный приказ препятствует введению вашей предпринимательской деятельности? Да, совершенно верно, потому что накладывают дополнительные ограничения, обременяя право собственности. По словам юристов из Минкульта, претензии застройщика совершенно безосновательны. Историко-культурная экспертиза прошла без нарушений, а приказ Министерства об утверждении ее результатов также полностью соответствует федеральному законодательству. Говоря о легитимности принятия решения, хотелось бы пояснить, что полномочия Министерства культуры как органа по полномочиям в сфере охраны объектов культурного наследия, они определяются федеральным законом номер 73 ФЗ об объектах культурного наследия, памятниках истории культуры народов в Российской Федерации, также прописаны в нашем положении о министерстве. В итоге суд учел доводы сторон и назначил основное заседание на 31 мая. Если приказ Министерства об утверждении охранного статуса зданий будет признан недействительным, ведомству придется проводить повторную экспертизу, естественно, на бюджетные средства. А значит, за сомнительные судебные инициативы компании-застройщика будут рассчитываться карельские налогоплательщики, в том числе Александр Лычагин, Евгений Евдокимов, телеканал НЕКО+. Пришло время подвести итоги нашего интерактивного опроса. И сегодня мы спрашивали у вас, уважаемые телезрители, есть ли в ваших дворах старые тополя. Судя по результатам опроса, большинство наших сегодняшних телезрителей каждый день наблюдают эти самые старые тополя в своих дворах. К сожалению, не всегда специальные службы замечают их вовремя. Чтобы избежать таких страшных последствий, как сегодня, не поленитесь, позвоните в управляющую компанию и напомните об угрозе. И это все новости на сегодня. Прямо сейчас смотрите программу «Глаз народа». Она посвящена дню празднования Великой Победы в столице Карелии. Всего доброго. До встречи. Она стала звездой раньше, чем пошла в школу. Впервые в Петрозаводске. Пелагея. 24 мая. На сцене ДК «Машиностроитель». Телефон 63 05 90. Букхук. Социальная сеть нового поколения. Букхук. Для тех, кто увлечен настоящим делом. Новые места, новые друзья, новые возможности. Букхук. Цепляйся. Мелирование волос. Стрижка в подарок. Студия здоровья и красоты «Анима». Обаяние северной природы. Комфортные номера со всеми удобствами. Настоящая русская баня. Сауна. Бильярд. Свадебное торжество в уютном кафе. Молодоженам. Номер в подарок. База отдыха «Плотина». Местечко Лососиное. Телефон 26 39 00. В шансе дачная пора. В шанс заехать вам пора. На распродажу холодильника. Например, большой двухкамерный холодильник «Ингези». Всего за 10 990. Любовь, ожидание, счастье. Что тебя ждет впереди? Волшебство, мечты. Твое драгоценное будущее. Акция «Выпускник». В ювелирных салонах «Алмаз Холдинг». Скидки всем покупателям. Международный фестиваль искусств «Белые ночи Карелии». Вечер фортепианной музыки. 21 мая в 19 часов Большой зал консерватории. В кафе «Шашлычный двор» требуются официанты, бармены и уборщица. Счастье – это когда вам комфортно одному. И когда вам комфортно вдвоем. Когда у вас есть выбор. И когда выбирают для вас. Бастет. Счастье в вашем доме. Вспомни, как это было. Узнай, как это будет. Место для настоящих церемоний. Новый ресторан «Оскар». Московская 1. Новый ресторан «Оскар». Новый ресторан «Оскар». Новый ресторан «Оскар». Новый ресторан «Оскар». Новый ресторан «Оскар».